Родпись есть? На документе обычно подпись стоит. Согласны? Вы вот на каком основании верите вот этому документу? Губернатор не отвечает на свои слова. Почему она не расписывается под своими приказами, указанными? Пропитана диоксидом титана. Диоксид титана вызывает рак и разъедает кости. Вы уверены? Вот именно это вещество и вызывает отек лепки. Политен, гексаметилен, гуанин. Понюхайте. Да вы что, с ума сойти? От вас же ничего не скрывают. Все написано. А вы это вдыхаете. Себе мажете руки. Да. Я все понимаю. Ну и вы нас поймите. Мы не хотим сами себя убивать. Будьте добры, скажите, что пришел живой мужчина, хозяин имени Антона, хочет познакомиться и пообщаться. Мне не нравится такое общение. Какое? Ну, когда вы нарешиваете ярлыки? У нас вопросы по получению документов первичных, то есть именно мальчик, именно живой. Эта запись на кого предоставляется? На ребенка или на живого мальчика? О рождении кого? В этой форме номер 4 будет указано гражданство, а если справка не соответствует действительности. А это же для физических лиц. А если живой мужчина пришел? То есть вы с живыми людьми не работаете. Я хочу получить именно как живой мужчина правку на живого мальчика. То есть вы работаете только с физлицем. Ну, интересно, как так? Вы регистрируете живых мальчиков, но при этом услуги оказываете только физлицем. Я слышал, что люди обращаются в суд. Вы-то точно должны. Вы должны, да. Вы должны снаюлиться. Вы просто задумайтесь, что происходит. Главное стремление. Она нарисовала путь. Все отлично. Без масок. Прошли, пообщались. То есть живой может прийти только через агента. Нам надо через суд доказать, что ты живой, что ты являешься управляющими делами битверсоны. Чук говорит, вы опять из-под тишка будете снимать? Я говорю, а где мне под тишок? Покажите. А где администратор? Поднимите маску. Сейчас, секундочку. Маску, есть возраст человек? Сейчас, секундочку. Мы с администратором хотим поговорить. Представитель есть кто-нибудь? Маску нельзя, с ним даже бывает. Есть у вас маску? Средство индивидуальной защиты предоставьте согласно 417-го постановления. Это не является средством индивидуальной защиты. А что является? Вы не знаете закон? Какие у нас? Вы на каким народе, правовым актом, вы импломентируете свои действия? Вот это юридический документ, да? Наверное. Наверное? Ты с вами не уверен. Роспись есть? Первая. Как чья? А прежде чем читать, должен убедиться... В чем? В... Как? Ну, документ... Это вообще документ? Да, это да. Да? Ну, на документе обычно подпись стоит. Согласны? Губернатора, понимаете? Ответственно. Любая, любая. Где тут? Хотя бы роспись начальника управления. Утверждаю. Обязательно к исполнению. Всем. Даже так. Ну. Вы, вот, на каком основании верите вот этому документу? Логично. Ну, живо, все, все. А здесь нет. Я хочу с ассистатором поговорить. Я могу к девушке подойти? Масочка, оденьте. Я не хочу девать маску. Я хочу без маски. Нельзя. А? Нельзя. А почему никто не говорит тебе? Нельзя это по вашему личному убеждению? Нет, не по моему личному. Губернатор. Губернатор не отвечает на свои слова. Там росписи. Губернатор или губернатор? Я понимаю, что... Губернатор. Почему она не расписывается под своими приказами, указами? Я отвечаю. Вам трудно надеть маску. Нет, нам не трудно надеть. Мы не отказываемся. Но вы вообще осознаете, что вы говорите, что это масло. Но вы для дрябки или это масло? Да, это разум это. Вы одели, пошли. А вот это что за жидкость вообще? На нее есть артификат? Есть поднесло. А может там химически опасные вещества, которые вызывают раздражение? Все написано, читайте, пожалуйста. Абсулюсепт. А что у вас заклеено? Может там в составе химические элементы, которые вызывают рак или еще что-нибудь? Мы заклеили, мы просто написали, что-то. Ну как не заклеили? Заклеили. Просто мы поднимали этот вопрос. Я вот серьезно говорю. Вот смотрите. Это какая партия? Да какая партия? Партия называется народ. Слышали такое? Хорошая партия. Да. Вот посмотрите, пожалуйста, специально для вас. На одном из предприятий, города Сургут, выдают вот такие маски. Пропитана диоксидом титана. Диоксид титана вызывает рак и разъедает кости. Ну это спирт технический. Заставляет такие маски надевать, понимаете? Убивает буквально. Здесь нет такого титана. А вы уверены? Верен. Ну как вы уверены, если вы даже заклеили? Даже не прочитайте. Что там? Какое титана? Отклеим. Отклеим, наклеим. Не факт, что эта наклейка тоже наклеена случайно. Это же видно, что она что-то анализует. Сертификат должен быть, по идее. К вам можно по имени обращаться? Конечно. Как можно? Владимир, позвольте мне, пожалуйста, я вот хочу прийти к девушке и пообщаться. Позвольте, девочка, это что? Все пройдите маски. Ну это же не маска. Это латвая маска. Ну это по-моему, смотри. Это даже на маску не похоже. Ну то самое, что в Корее убило детей. Да? На составе. Есть, да? Да. В Пекине. Вот именно это вещество и вызывает... Подожди. Вот именно это вещество и вызывает отек легких. А это вещество? Вызывает отек легких? Не, не, не. Почитайте, как называется? Вот, смотрите, политен, гексаметилен, гуанин. Это в 2006 году убили детей в Южной Корее. Понюхайте. Да вы что, с маской снимаете? Вы составы правы. Вы не правы, почитайте состав. Почитайте, что вот этот полимер означает. И, ну, в интернете просто наберите вот этот полимер, где он написан. Вот он, политен, смотри. Вот он. А это химический арабленд. Вот, смотрите, так второй написан, вот этот полетен. Просто зайдите в интернет, почитайте. Что это такое? Вот именно он и вызывает отек легких. От вас же ничего не скрывают. Все написано. А вы это вдыхаете. А потом у вас химический арабленд. Самое главное, без росписи. Вы сами добровольно поверили в этот документ. Себе мажете руки. Да. Я здесь поломен. Я вас понимаю. Да. Не пишете указать. Нет, Владимир, я все понимаю. Ну и вы нас поймите. Мы не хотим сами себя убивать. Ну, нам сказали, что из маски подписывают. Да. Да. Извините, пожалуйста. Нет, ну это серьезно. Это серьезно. Вот я вам серьезно говорю. Вот это вот слово забейте в интернете. Политенгексамингидрохлорид. В Википедии. И почитайте, что это такое. Это токсин. Я знаю. Там написано. Там просто прочитать и все. В Южной Корее запретили из-за того, что вот это применяли. Я? Да. Живой мужчина, хозяин у меня Алексей. Вот это он. Не больше, не меньше. Вот так это самое. А мы потому что разбираемся, понимаете? Да. Разбираемся. Почему она не подписывается? Я снимаю. Здравствуйте. Вы же администратор? Здравствуйте. Вы же снимаете? А? Вы опять снимать хотите из-под тишка? Да. Что еще раз говорить? Подойдите поближе. Я вас не слышу. Вы опять будете снимать. А дальше что вы сказали? Из-под тишка. Из-под тишка? Да. А где мне тишок? Что вы хотите? У меня что, под тишком что-то это? Я не знаю, что вы вот так вот все снимаете. Зачем вы еще вот так вот снимаете? Что вы хотите спрашивать? Я пульем. Я пульем на лобово. Я хочу встретиться, познакомиться и пообщаться с Татьяной Феликсовой. Будьте добры. Скажите, что пришел живой мужчина, хозяин имени Антон и хочет познакомиться и пообщаться. Благодарствую. Привет. Верующий? Конечно верующий. Конечно верующий. Я верующий. Ну, каждая власть от Бога. А я не верю в власть, а во власть. Ну, каждая власть от Бога. Если вы читаете, то это сказано там написано. Тебе не нравится. Ну, почему интересно? Я согласен. На всем воле творца. Согласен от Бога. Единственная ваша ошибка в чем? Что вы считаете властью? Они не властью, они органы власти. Это разные вещи. А органы власти, значит, чьи органы? Они ваши органы, вы власть. Они представители власти и органы власти, но властью не являются. А власть это народ. Это народ, власть. Это намет не может. Конечно, в институте это написано, что власть есть народ. Единственный износитель суверенитета является народ. Это коммунист. Причем не с коммунистом. Вы все равно нас пытаетесь навесить какие-то ирлыки. Зачем? Мы же на вас не навешиваем. Вы не делайте так больше. Мы ведем дискуссию. Ну да. Я не с тобой с вами. Ваше мнение мне интересно. Мое мнение вам не интересно. Мне не нравится такое общение. Какое? Ну, когда вы навешиваете ирлыки. А вы на нас и коммунисты, и верующие, и еще что-то. И партия какая-то. Какая партия какая-то. Какая партия? Мы не партиями, как зала. Партия-то уже чаще. Да и живой мужчина. Я такой живой мужчина. Какая партия? Ну, я в сами-то. Вот теперь подумайте, что происходит. А кто происходит? Никто ничего ответственности в себя не берет. В составе... Здравствуйте. Мне нужна татьяна Филиксина. Второй, да? Я пришел к своим живым мужчиной Алексеем, да? И я живой мужчина, хозяин Мининг. Мы хотели с вами познакомиться, пообщаться. Мы можем где-то отдельно поговорить? Не по-моему. У нас общие вопросы по поводу выдачи документов. Как их получить? Вот что происходит. То есть вам необходима консультация? В том числе. Попробуйте. Алексей, пойдем, пожалуйста. Десять минут, Максим. Слушай. Нормально? Слушай вас. Татьяна Филиксина, у нас вопросы по получению документов первичных. То есть нам стало известно, что человек в роддоме получил документ. Справка о рождении, да? По-моему, называется. Там четко написано, что родился живой, доношенный мальчик. То есть именно мальчик. И именно живой. Вот у нас вопрос, как можно получить такие документы, как они правильно называются. Плюс мы еще там нашли, что есть медицинское свидетельство о рождении. Смотрите, государственная регистрация рождения новорожденного. Это больная, да? Именно мальчика интересует, не ребенка. Хорошо, мальчика. Ребенок родился в Сургуте, мальчик? Ну, допустим, да. Это идет речь о вашем ребенке или о вас? Давайте начнем. А моих двух детей. А? А моих двух. Не, подожди, давай за тебя. Вот ты. А, я родился. Не на этой территории скажу так. Если интересует государственная регистрация рождения ребенка, то есть предварительная записка. Это для того, чтобы получить документы, которые у нас предусмотрены в 143-м федеральном законе. В частности, свидетельство о рождении и справочка о рождении. Если интересует сведение, чтобы было в справке указано уже вы рождении, то, соответственно, когда уже получили дополнительные справки о рождении, тоже есть процедура. Что именно вас интересует? Смотрите, вы сказали про вторичный документ, это справка о рождении ребенка. Но дело в том, что по документам из роддома они пишут о том, что родился живой мальчик. А потом приносится справка к вам, как я понял, и вы уже... Оформляются документы установленного образца с выручей свидетельства о рождении, в которые вносятся все сведения, которые подлежат внесению. Есть установленная форма в Министерстве милистиции. Есть бланк. Есть этого свидетельства и соответственно выдаются документы с учетом этих бланков. Извините, можно листок? Так что, маленький вам достаточно? Достаточно. А, подскажите, пожалуйста, на основании чего выдается свидетельство о рождении? Свидетельство о рождении выдается на основании 143-го федерального документа. Нет-нет-нет, какого документа первоначального, который вам приносят родители? С основанием для государственной регистрации вы, да? Да. С имею в виду медицинское свидетельство о рождении ребенка, которое... Вот как нам вот это можно копию получить? Это в роддоме выдается. У вас ее нет? А как, почему в роддоме? Медицинское свидетельство о рождении выдается медицинским учреждениям. А у вас... На основании медицинского свидетельства о рождении производится государственная регистрация о рождении. Человек должен принести вам эту? Обязательно. А у вас копия есть? Вас интересует, что уже регистрировали у нас с рождения? Или что интересует? Нет, ну, допустим, вот я человек родился здесь в Сургуте. В 2008-м, допустим. Срок хранения у нас один год. А если вас интересует дубликат, то это медучреждение. То есть тот орган, который выдавал это медицинское свидетельство о рождении. То есть тот орган выдает мне копию, я иду к вам, и вы делаете свидетельство о рождении, получается, так? Или я прихожу с оригиналом? Только с оригиналом. А вы оригинал потом отправляете обратно? У нас он... Нет, он подлежит у нас хранению в течение года. Оригинал? Оригинал, да. А у них тогда копия остается? У них имеются свои документы для выдачи этого документа. Вот, я и хочу уточнить. Они выдают самый первый документ о рождении человека. Какой? Нам предоставляется медицинское свидетельство о рождении ребенка. В оригинале. А они на основании чего делают, вы не знаете? Это орган, который необходимо вам уточнить в медучреждение. Потому что основание выдачи медицинских документов не входит в свою деятельность организации. Поэтому я вам здесь прокомментирую сейчас. Подскажите, Татьяна Феликсовна, то есть, допустим, вот я родился в Казани, живой мужчина. Я у вас метод, вот это медицинское свидетельство о рождении у вас никак не получить. Это надо делать запрос именно в роддом города Казани. Где мы родились. Так, а у вас какие документы могу получить? У нас актовая запись. Если у вас рождение было в Казани, вы можете получить справочку о рождении. С внесением тех данных, которые внесены в единый государственный реестр. Извините, постепенно. Актовая запись на кого предоставляется? На ребенка или на живого мальчика? Актовая запись о рождении называется. О рождении кого? Там фамилия, имя, отчество человека, который зарегистрирован в качестве родившегося. То есть, ребенка? Да. Ну, фамилия, имя, отчество рождения. Да, тогда указана фамилия, имя, отчество ребенка. То есть, первичный документ о рождении, он получается только в роддоме. Правильно? Если ребенок был рожден в роддоме, то, соответственно, медицинское свидетельство о рождении выдается медицинским учреждениям. Да, там, где родился ребенок. Какой третий документ мы хотели спросить? А, форма номер 4. У вас же можно? Могу я получить? Справочку вы имеете в виду о рождении? Нет, именно по форме номер 4. Что именно форма номер 4 вас интересует? Это что? Она что-то подразумевает конкретно? Выписка из акта записи. Что именно вы имеете в виду? Справка. Да, да. Форма номер 4. Справочка в данном случае выдается, да, и с внесением тех данных, которые внесены в актовую запись. А там будет написано, что родился живой, живорожденный мальчик? Если в актовой записи эти сведения есть, вы попросите это в заявлении указать, то, конечно, да. И на какой территории? Подожди. В месторождении есть графа. Алексей, подожди, пожалуйста. Не беги вперед, телеги. В этой форме номер 4 будет указано гражданство? Гражданство, если в актовой записи внесено, то справочки подлежат внесению только те сведения, которые есть в актовой записи. Ясно. Если они есть, то есть я не могу сказать, они будут внесены или нет, не видя актовой записи и не видя... А сама актовая запись же все равно в городе Казань находится, правильно? А у вас, я так понял, есть электронный вариант. Да. Единого государства. Общая база данных? Да. А я смогу, допустим, получить форму номер 4 и посмотреть на экран, сравнить с оригиналом? У вас будет выдано, все в справочке напечатано. А скриншоты сможете предоставить, нет? Вам справки. Все, что требуется, какие сведения вам потребуются, справочки будут указаны. Это выдается документ для граждан. А если справка не соответствует действительности? Она не может быть не соответствует действительности. Ну как? Она выдается именно с учетом тех сведений, которые внесены в актовую записи. Это ясно. Но смотрите, у меня есть информация, что народ получает форму номер 4 и пишет, что гражданство, во-первых, не указывает. Ну, значит, в актовой записи оно не внесено. А как добиться того, чтобы в эту форму номер 4 было внесено гражданство? Вот я родился советским... В данном случае в разный период времени были разные формы записи актов о рождении. И в отдельных моментах у нас предусматривалось внесение гражданства какие-то определенные годы. Какие-то годы не вносилось до гражданства. Если вас интересует, то есть порядок подачи заявлений на внесение изменений. Вы можете обратиться по вопросу дополнения актовой записи сведениями о гражданстве. Ваше заявление будет рассмотрено в установленном порядке по 143-му закону. Есть порядок рассмотрения заявлений. Это 71-я статья 143-го федерального закона. В данном случае будет выдано заключение. Есть основание принесения сведений или нет? Сроки рассмотрения такого заявления? Сроки рассмотрения такого заявления? Сроки 3 месяца. 3 месяца? Да, если в течение одного месяца не поступают актовые записи, в которые необходимо внести изменения, и на основании которых рассматривается вопрос о внесении изменений, то максимальный срок рассмотрения принесет. Это какая форма заявления на внесение изменений? 23-я. 23-я форма. Соответственно, а у вас были такие случаи? Вот, допустим, я запрашиваю форму номер 4, и мне пишут про гражданство и прочее. Но в действительности я же родился в стране СССР. Как и вы, наверное. Если вы хотите получить разъяснение, почему не внесено в гражданство, вы можете письменно обратиться, мы дадим разъяснение письменно. Потому что в данном случае есть порядок заполнения справок, есть порядок заполнения свидетельств. И это все регламентировано Министерством юстиции. Я могу сказать, что в данном случае, если сведения в актовые записи не внесены, они не могут появиться ни в справке, ни в свидетельстве. А есть ли смысл вообще обращаться за разъяснениями, терять время, если проще обратиться о внесении изменений? Вы можете выбирать тот способ, который вас интересует. То есть, в данном случае у вас есть вариант рассмотрения вопроса, и вы выбираете тот вариант, который вас интересует. А вот подскажите, форму номер 4 госпошлину надо платить? За выдачу справки, если эта справочка для чего требуется? Для себя лично. Да, предусмотрена оплата госпошлина 200 рублей. За внесение изменений в записи акта гражданского состояния также предусмотрена государственная пошлина 650 рублей. 650 за внесение изменений. А это же для физических лиц. А если живой мужчина пришел? В данном случае у нас, в нашем случае, вы документ удостоверяющий личность, если предъявите, то в этом случае мы расцениваем вас как физлицу. А если не предъявили? Мы тогда не вправе принять от вас документы и выдать вам какие-либо сведения. То есть вы с живыми людьми не работаете? Мы работаем по документам удостоверяющим личность. Документ удостоверяющий личность является первый документ, который должен быть предъявлен в орган ЗАГС. Поскольку сведения, содержащиеся в органе ЗАГС, это сведения ограниченного доступа, и они предоставляются только определенным категориям лиц. Для того, чтобы удостовериться, что вы вправе получить данное сведение, вы должны предъявить документ удостоверяющий личность. Так в том-то и дело, что первичный документ, удостоверяющий личность живого мужчины, то есть буквально живого мальчика по факту, находится у вас Предъявите паспорт, на основании которого мы сможем определить Так в том-то и дело, что паспорт содержит Российской Федерации вы имеете ввиду? Документ, удостоверяющий личность, в данном случае вы можете быть гражданином Российской Федерации, так и иностранным гражданином То есть, это в данном случае не является основанием, чтобы как-то категорировать, скажем так. Есть и театр, есть и театр. Хорошо. Смотрите, можно, конечно, свидетельство о рождении показать, но это все равно. Нет, это не документ, удостоверяющий личность после 14 лет всего действующего законодательства. Но мы говорим про физических лиц, про удостоверение личности физических лиц. Да, и до 14 лет это свидетельство о рождении, а после 14 лет это паспорт. Но дело в том, что я хочу получить именно как живой мужчина справку на живого мальчика. Если вы предъявите, поймите, что в данном случае сейчас мы опять возвращаемся и повторяемся то, что мы уже проговорили. Есть порядок. Необходимо предъявить документ удостоверяющий личность. Документ будет предъявлен, соответственно, в этом случае будет основание рассматривать, если у вас право на получение запрашиваемого документа. Если вы предъявляете документ удостоверяющий личность и вас интересует сведение в отношении вас, то справка будет выдана. Ну а как быть, если нет личности и, допустим, я предъявлю документ удостоверяющий не личность, а, как сказать, ну, то есть документ живого мужчины. Документ удостоверяющий личность является основанием для начала предоставления вам процедуры административной. То есть вы работаете только с физлицем? Мы работаем по документу, удостоверяющему личность, с учетом требований, то, что должно быть предъявлено нам для того, чтобы определить, вправе ли получить данный документ в своем виде линии. Интересно, как так? Вы регистрируете живых мальчиков, но при этом услуги оказываете только физлицам? Я сейчас имею возможность не комментировать норму федерального закона, которому в данном случае обязанность помочь. Вы ограничены, да, в своих действиях, строго закона. Мы не в правовом государстве, как я вам говорила, и мы обязаны исполнять наш закон, который на территории Российской Федерации действует. Ну, у меня есть сомнения, что мы в правовом государстве. У меня большой опыт. Ну, ладно, это дело третье. Так, актовая запись выяснили, медсвидетельств нет, только в этом, в роддоме, да, актовая запись, это по форме номер 4, да, можно добраться до формы, до актовой записи. Да, если вас интересуют сведения, которые содержатся в актовой записи о рождении, то эта справка будет... Подскажите, у вас в коридоре есть образцы вот этих всех форм, заявлений? К консультанту могу обратиться, чтобы мне показали, что вот эти документы относятся к заявлению, пофотографировать их? Вы самостоятельно можете изучить, информационные стенды находятся, интересующие вас о выдаче повторного стендов? Нет, ну, у вас их там очень много, можно отвлечь консультанта? К сожалению, все задействованы сейчас на распределение работы, информацию, мы можем выдать вам документы, просто перечень документов, а для самостоятельного изучения, пожалуйста. Будьте добры, выдайте, пожалуйста. К сожалению, нет возможности меня сейчас выделить вам человека для того, чтобы разъяснить... Ну, а если я подожду 10 минут, и вдруг девушка освободится? Если бы освободится, вы поймите, что у нее сейчас другая работа должна быть. Я понимаю, у нее... Информационные стенды находятся в зоне доступа, пожалуйста, вы можете обвозить. Да. Мне очень... Оформление документов сейчас, да, 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 минуточку. Да, да, хорошо. Извините, а такой вопросик, а на основании чего вы вносите изменения в актовую запись? В актовую запись? Да. На основании, есть 69-я статья, которая предусматривает внесение изменения в актовую запись, в том числе есть заключение органов запись актов гражданского состояния. В случае выявления ошибок, либо неполных сведений, либо каких-то орфографических сведений, неполных данных, там может быть рассмотрено на основании заключения. То есть, 69-я статья предусматривает спектр оснований для внесения изменений. А, допустим, я, там у меня будет прочерк гражданства, да, я обращусь с заявлением, что требую внести изменения, вы, допустим, откажете по каким-либо причинам. Как? Я слышал, что люди обращаются в суд. Да, есть процедура обжалования принятого решения органом ЗАГС, 34-я глава Гражданского комиссарного кодекса определяет, так, 34-я, 36-я, сейчас, скажу, мальчик. Это не обжалование действий без действий должностного лица? Нет, это именно, что принятие решения обнесения изменений в актовую запись. Есть определенная статья, которая рекомментирует данный поляр. Угу. И такие случаи есть, да? Это ваше право, заявитель сам определяет, решает. Если есть необходимость, то обращается в судебный орган. По решению суда вы вносите изменения, правильно? Причина судебного решения, да, вступившего в законную силу, также процедура внесения изменений предусмотрена, да, в качестве основания. Есть решение суда, есть заключение органа ЗАГС. Это разные основания, по которым мы можем вносить изменения в записи от гражданского комиссарного кодекса. У нас с вами состоялся разговор. Я хочу принести свои извинения за столь грубую форму, которой я с вами разговаривал. Потому, что я пересмотрел свой документ после нашего с вами разговора. Что я там вообще написал-то? Потому, что в торопях его составлял. Я обратил внимание на множество ошибок, которые совершил там, как живой мужчина. Поэтому прошу извинить меня, потому что в данном случае я был неправ. И я учту свои ошибки. В дальнейшем, надеюсь, у нас будет конструктивное общение. У нас я не вижу каких-то проблем. Единственное, что вы должны понять и принять, что мы работаем в рамках тех требований, которые для нас установлены. Нет, мы-то должны, наверное. А вот вы-то точно должны. Вы должны, да. Вы должны оснаю лица. Да, в данном случае мы исполняем то требование, которое должно быть. Ну, надеюсь, мы поняли эту группу. Благодарствую за потраченное время. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Да никакой тревожной кнопки. До свидания. А вы говорите маску. Алексей. Не глумись. 1,2,2. Пообщались, плодотворно. Не сорадуясь. Я вам серьезно говорю, почитайте в интернете, что это такое. Я почитаю. Вот вы думаете... Я не думаю. Просто задумайтесь, что происходит. Хорошо. Не верьте мне. Ему не верьте. Им не верьте. Сами проверьте. Я верую в Бога. Сам к себе даже не верю. Я тоже верю в единого творца. Но я не верю документу, который не подписан. А что он сказал? Татьяна Феркс? Ну, это наши, собственно, не любят. Я вам говорю, пообщаюсь, плодотворно. А это вам решать. Это ей решать. Ей? За вас? А, ну вы как работник, ну да, подчиняете. Обязано. Но вы имеете право уволиться. Да? Да. И кто кормить будет? Меня боятся. А вот надо думать. Я 7 лет не работаю и не собираюсь. Нашел метод, как получать доход. Ну, то есть в интернете вы думаете? По-всякому. И программирую, и видеоблоги веду. Люди помогают. Хорошо, что он Бог дал такой ум. У меня нет, к сожалению, такого. А уму тут ни при чем. Тут главное стремление. Ну, понятно. Ну, вот я какой-нибудь, если какой-нибудь. Я пенсионирую, где зарабатываю. Могут, что я больше не ездил. Благодарствую вам, Владимир. К сожалению, у нас нет времени. С Зовским еще пообщался. Благодарствую. Хорошего дня вам. Всего хорошего. До свидания. Он все понял. Ты что, его глаза не видел? Он все понял. Я про молодого говорю. А не про старик. Да, молодой вообще в шоке сидел. Ты видел его глаза? Да, поэтому ничего не понял. Они все поняли. Просто шок, а в шоке и все. Ну, что ты понял из разговоров? Просто разговоров только через суть. Она здесь, если в рамках... Она нарисовала путь. Нарисовала путь, да. Через суть. Мы вам дадим все, что мы можем вам дать. Все отлично. А что вы хотите, только через суть. Все отлично. Без масок. Прошли, пообщались. Мечдок. Есть? Вечдуки. Вечдуки? Где доказательства? Будет, видно. Что там, к чему пришли? Там эта, которая, тревожную кнопку хотела дожать. Сказали, что все им ничего не объясняли. Тревожную кнопку раздвали, она все осталась. А, во-во-во-во, тревожную кнопку, короче, все понятно. А можно нас немножко расстрелять прямо здесь? Да, действительно. Ну, в итоге-то что, Антон? В итоге у нее руки не зачесались. Кнопку не нажал. Ну, хорошо. А мы тут ждем. Ждем маски и не потребовалось. Ну, требовали. Ну, как требовали. Просьба. Настоятельно просили. Рекомендовали. Видишь как? Теперь я знаю, что такое требование. Настоятельно просили. Я их просьбу отклонил. Ясно? На постановление не ссылались? И четко сказал, я хочу. Да ссылались. Все ссылались. Я все решил, все через начальника. Начальник к нам вышел сам. Это хорошо. Ну. Чем закончилось? Ну, нарисовали путь. Как это все сделать, да. Единственное, мне непонятно по документам. Получается, надо как физлицо явиться. Как управляющий делами персоны. Вот так я понял. Она на это намекала, что без документа никак. Без агента. То есть, живой может прийти только через агента. То есть, с документом. Документы есть агент. И через агента, через суд. А суд, капитаны, вот тебя и вылавливают. Стоп. Получается, да. Да, 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 вылавливают. Вот именно надо через суд доказать, что ты живой. Что ты являешься управляющими делами персоны. Что есть персона, а есть живой. Разграничить эту грань, показать. И тогда судья примет решение в твою пользу. Не нарушая твою волю. А в воде может кто тебя только спасти? Капитан. Чу говорит, вы опять из-под тишка будете снимать. Я говорю, а где мне под тишок? Покажите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»